Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Алматы. Я, Армина Макаримова, и мои коллеги готовы рассказать о самых важных событиях этого дня. Но сначала коротко о том, что мы покажем сегодня в выпуске. Коррупция в министерстве. Глава комитета общественного согласия подозревается в получении взятки. Казахстанцы не могут выбраться из Таиланда из-за сильного шторма. Связался с нашими соотечественниками и разобрался с ситуацией я, Рашид Ильясов. Подушевое финансирование школ. Что изменится в жизни учебных заведений после введения новшества? Почему в Алматы сносят развлекательный комплекс, расположенный в центре города, в материале Айбану Анарбаевой? За взятку почти в 2 миллиона тенге задержан глава комитета при Министерстве общественного развития. Именно в такую сумму, как полагает следствие, он оценил свои услуги по покровительству и одобрению дополнительного финансирования для одной из подведомственных организаций. На кадрах оперативной съемки – момент задержания главы комитета. Сотрудники пересчитывают купюры номиналом 5-10 тысяч тенге. Это, кстати, не единственный ролик, распространенный сегодня антикоррупционерами. Задержали с поличным. В очередном разоблачении внушительной выглядит не сумма взятки, а должность пойманного – глава комитета общественного согласия. В преступном деле ему помогал подчиненный. Именно обоих пока не разглашаются в интересах следствия. Председатель комитета общественного согласия Министерства общественного развития Республики Казахстан, который при пособничестве руководителя управления экономикой и финансов комитета получил взятку в сумме 1,9 миллион тенге за общее покровительство и дополнительное финансирование подведомственной организации. Председатель комитета дал признательные показания. Судом в отношении подозреваемого санкционировано мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводится досудебное расследование. Еще один ролик касается недавнего задержания четверых сотрудников управления спецохраны. Антикоррупционеры обнародовали момент их задержания. Полицейских подозревают в получении взятки в 25 тысяч долларов. Деньги, вероятно, они брали от своих же подчиненных за продвижение по службе. Судом начальник управления, командир батальона и его заместители заключены под стражу. Проводится необходимо следственное действие. Канун Нового года запомнился сотрудникам антикоррупционного ведомства и задержанием в Туркестанской области. Специалист госдоходов уличен ими во взятки в миллион тенге. Получил взятку в сумме одного миллиона тенге от участника внешнеэкономической деятельности за беспрепятственную камеральную таможенную проверку и общее покровительство в его предпринимательской деятельности. Досудебное расследование продолжается. В целом же по итогам прошлого года с госслужбы уволены 135 человек. К дисциплинарной ответственности привлечены свыше тысячи. Причем количество коррупционных преступлений удалось снизить на 6% по сравнению с 2017. Алтаншаж Самоголова, Нуржан Сазербай, телеканал Алматы. Без новогодних презентов обошлись госслужащие Алматы. Специальная мониторинговая группа убедилась, чиновники в праздничные дни подарков не принимали, а еще не перерабатывали. Комиссия посетила более 40 госорганизаций города. Так вот, повсеместно компьютеры автоматически отключались в 18.30. Капитан полиции пойман в Карагандинской области. Его подозревают вне законом отстрелят трех десятков сайгаков. На экране вы видите фото задержанного и богатую добычу браконьеров. На их след вышли инспекторы природы охраны. При патрулировании территории близ поселка Жан-Буйбек они обнаружили два брошенных внедорожника. Машины имели серьезные механические повреждения. Инспекторы направились по свежим следам авто и обнаружили в степи 18 брошенных туш отстрельных сайгаков. Разыскать одного из браконьеров, полицейского, помог участковый инспектор Шубаркульского сельского огруга. В сараю капитана Маргулана Бролинова обнаружили еще 12 туш сайги. В селе Алхабас инспекторы участкового сотрудника Луталауского РОВД обнаружили в доме в сарае 12 туш отстрельных сайгаков. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 по статье 337 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Виновному по решениям суда будет дано штраф и уголовное наказание. Следователи выясняют, кто принимал участие в незаконной охоте. Штраф за тушу убитого самца сайгака составляет свыше 1,2 млн. За самку почти 900 тысяч тенге. Статья, по которой ведется досудебное расследование, предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет. Сайгаки – исчезающий вид животных. В 2002 году Международным союзом охраны природы этот вид парнокопытных отнесен к категории животных, находящихся в критическом состоянии. Это новости на телеканале Алматы. Продолжаем. Над казахстанцами, отдыхающими в Таиланде, нависла угроза шторма, сильнейшего за последние десятилетия. По разным данным, около 400 наших соотечественников встретили Новый год на популярном курорте. Именно они сегодня могут нуждаться в помощи. По прогнозам, мощный тайфун ударит по островам Самуи и Пхукет уже в эту субботу. Это кадры 2014 года. Тогда страшный шторм унес жизни 100 человек в Таиланде. Тайфун Пабук, который приближается к южным берегам страны, сегодня сильнейший за последние 50 лет, предупреждает синоптики. Тревожные новости уже начали поступать от отдыхающих. Сейчас в данный момент звоню дочке. Они укрылись в каком-то очень маленьком помещении в отеле под ресепшн в более крепком строении, но она очень маленькая. Это где-то как полуподвальное помещение, где-то там. Вчера вот они нашли, с трудом такое. Нет, они не берут. Родные Айгуль Макуповой должны были прилететь домой сегодня. Это дочь с мужем и четырехлетним ребенком. Они отправились на Самуи без помощи туроператора. Говорят, электричество на острове уже отключили. По заверениям авиаперевозчиков, наши соотечественники вернутся в Казахстан 9 января. Слава богу, они люди не бедные. Они найдут где что, чем питаться, как-то вылечить детей. Но это же невозможно столько, это еще три дня. А вот что с этим делать? Где им находиться, если там вот эти вот все будет практически разрушено. Дело в том, что на 9 число, но это слишком долго, закончится ураган, завтрак вечера уже как бы по прогнозам уже должен закончиться. В колл-центре казахстанской авиакомпании сообщили, что расписание не изменилось. Есть даже билеты из Бангкока до Алматы на 6 января. Но проблема в другом. Из острова Самуи до столицы Таиланда можно добраться только на самолете. И все места забронированы до 8 числа. Попадание в какие-либо чрезвычайные ситуации нашим казахстанцам необходимо срочно связаться с нашими дипломатами в Бангкоке. Вчера наш консул самостоятельно обзвонил практически все отели побережья популярных курортов Таиланда. И по нашим данным 81 казахстанцев продолжает свой отдых. Но это те граждане, которые прилетели туда на отдых через турагентство. Дипломаты рекомендуют обращаться за помощью в консульство Казахстана в Таиланде. Контакты вы видите на экране. Стихия ударит по островам Самуи и Пхукет в субботу. Рашид Ильясов, Валерий Таубалдиев, телеканал Алматы. Часть развлекательного комплекса в Алматы угодила под бульдозер. Тяжелая техника снесла шашлычную кафе и автомойку. Общая площадь незаконного строения составила около тысячи квадратных метров. Здание возвели пять лет назад на пересечении улиц Карасай-Батыра-Айтиева. С жалобой в ГАСК обратились местные жители. С нами интернет-исковое заявление о сносе данного объекта. Однако в первой инстанции, то есть в Алмалинском суде, нам отказали. Данным решением мы не были согласны. В последующем мы подали апелляционную жалобу на решение суда. Постановлением от 28 мая 2018 года наши исковые требования были удовлетворены. Неоднократно владелец этой постройки был извещен о том, что он может сам это все разобрать и снести незаконную постройку. Но он не среагировал, поэтому сегодня, 4 января, по графику, совместно со всеми структурами и службами, мы сегодня сделали принудительный снос. В прошлом году в Алматы принудительно снесли 21 незаконный объект. Новые компьютеры, лаборатории, усиление пожарной безопасности. Первые дивиденды от внедрения подушевого финансирования школ назвали эксперты. В Астане проект запустили еще в прошлом году в пилотном режиме. Детальнее о новшестве разузнал Ильза Атакчурин. Мой коллега в столице записал мнение заместителя руководителя управления образования Астаны Дула Тажикибаева. Мы, насколько я знаю, в Астане действует подушевое финансирование школ. Скажите, пожалуйста, какие есть первые результаты и с каким школам уже выделены средства и в каком объеме? В рамках эксперимента 2017 года данная работа начата в пяти школах. И вот с 1 сентября 2018 года уже по городу 80 наших государственных общеобразовательных школ по данной программе идет. И что плюс, характерно, что с этого года данная методика, именно размещение государственного образовательного заказа в рамках подушевого, дал возможность разместить государственные образовательные заказы в частые школы. У нас на сегодняшний день уже 8 частных школ, которые работают в рамках подушевого финансирования, финансируются за счет бюджета. Раньше этого никогда не было, школы не финансировались. Какие первые результаты? Можно сказать, первые результаты, это буквально за короткий срок, за 4 месяца, нам получилось на укрепление материальной и технической базы направить более полмиллиарда тенге. Например, мы закупили более 500 компьютеров на сумму 100 миллионов тенге, 15 лабораторий, 15 тысяч шкафчиков, Wi-Fi точек 548, турникеты, противожарные сигнализации и так далее. То есть полмиллиарда тенге за 4 месяца нам удалось направить на укрепление материальной и технической базы. А скажите, что из себя представляет подушевое финансирование и для чего это вообще необходимо? Значит, подушевое финансирование отличается от государственного. Раньше было, направлялись деньги именно на объекты образования, на школы. А сейчас на каждого ребенка идет. То есть деньги идут за ребенком. Второй плюс – это то, о чем я говорил, мы смогли разместить госзаказ в частные школы. Никому не секрет, мы все знаем о том, что в городе Астане существует дефицит ученических мест. Значит, дефицит ученических мест можно в рамках подушевого финансирования решить путем размещения госзаказа в частные школы. Например, детские сады. Если детские сады на сегодняшний день государственные 95, а частных более 200, то есть в два раза больше. Тем более, деньги на строительство детского сада выделяются, а вот на эту сумму можно в разы 7-8, даже иногда 10 раз больше дает возможность разместить в частных садах. Точно так же частная сеть даст возможность развитию сети частных школ. Но школ много, а есть какие-то критерии отбора? И кто выделяет эти деньги? Эти деньги выделяются больше, более 90% за счет местного бюджета. Плюс еще нам трансфер из республиканского бюджета, например, в 2018 году 2,3 миллиарда было за счет республики. А на 2019 год уже за счет республики нам выделяется 7,9 миллиардов, почти 8 миллиардов тенге. Критерии отбора, объявляемое управление образованием, объявляет конкурс. Есть критерии отбора, понятно, это в первую очередь должны соответствовать всем требованиям нормативных правовактов. То есть у школы должна быть образовательная лицензия, лицензия на образовательную деятельность. Но все прекрасно знают, чтобы получить лицензию на образовательную деятельность, должны быть педагогические кадры, это должны соответствуют учебники, это должны школы, здания отвечать всем санитарным правилам и нормам, СНИПам. Заключение должно быть департамента ЧАЭС, должна быть медицинская лицензия и так далее. Есть перечень требований, которые отвечают этим требованиям, мы размещаем в воззаказ. И самое главное, должно быть спрос, именно спрос размещения госзаказа. Долгий Шакинович, спасибо за интересное интервью. Население Казахстана перевалило за 18,5 миллионов человек. Нас стало больше на 1,5 процента или почти 300 тысяч. В общем, в стране сейчас проживает 18 миллионов 610 тысяч людей. Из регионов самая высокая численность в Алматинской области больше 2 миллионов. Прирост здесь небольшой, всего 1 процент. В минимальный плюс вышла еще одна многонаселенная область, Туркестанская, немного не дотянув до отметки в 2 миллиона. Зато заметно больше стало жителей Мангистауской области на 2,5 процента. В Атырауской показатель тоже подрос на 2 процента. А где местных становится меньше, так это в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Кустанайской областях. Хотя эти регионы покидают не так часто. В процентах показатели почти нулевые не дотягивают даже до единицы. Среди крупных городов продолжает лидировать Алматы. Жителей здесь стало больше на 3 процента. Количество алматинцев немного не дотягивает до 2 миллионов. Жителей столицы теперь больше на 4 процента. Самый же внушительный рост показал Шимкент. И за счет рождаемости, и за счет миграции шимкенцев стало больше на 6 процентов. Такие данные приводит Комитет по статистике Министерства нациоэкономики. И к другим темам. Как увеличить численность туристов, знают архитекторы и алматинские чиновники. Локомотивом отрасли станут новые этнокультурные объекты. Их построят в разных частях города. Проекты готовы, и подробнее о них расскажет Айбану Анарбаева. Так в будущем будет выглядеть музей под открытым небом вокруг настоящего сакского кургана. Его построят на пересечении улиц Розы Бакиева и Штрауса. Там с чудом сохранился один курган в центре. Высотой примерно двухэтажный дом. Его жители, которые жили частные дома, им камень нужен, фундаменты ложить. Ступеньки перед сараем делать. Они все камни, которым было облицовано, снаружи, соколь, все, растащили по домам. Еще подкапывались под курган со всех сторон. Вот такая ситуация. Историческое наследие восстанавливается по сохранившимся аналогам на территории Казахстана, Кореи, Ирландии и России. Над курганом высотой 50 метров возвысится скульптура «Голова Ширака» – цахского героя, казненного Акиром. В подземной части расположатся выставочные залы. Рядом решили ничего не трогать. Там хотелось сделать панораму, чтобы пришли люди, которые ничего не представляли, что такое Казахстан. Большинство алматинцев не представляли, какие народы здесь жили. И вот сделали опять холмов таких. Травой, стеклянные колпаки, которые дают свет внутрь. А там внутри панорама. Зайдешь, там по всему кругу идет вины. Как сражались, кто такие. Археологический комплекс – один из четырех крупных объектов туризма, который начнут строить в Алматы в этом году. Уже в 2020-м у иностранцев появится возможность доподлинно ознакомиться с историей древних племен, живших на территории Великой степи. На территории Казахфильма 5 гектаров мы определили. Из 17 гектаров строительство этнокультурного комплекса «Этноленд». Второй объект – это археологический комплекс музификации Сахского кургана по улице Розыба-Киева напротив мегацентра. Также третий объект – это в Алатаусском районе Буралдайский Сахский курганы. То есть там около 300-3,5 гектара земли. Четвертый объект – это мавзолей Раймбек-Батыра. По ним по всем разработаны у нас уже эскизные проекты. В ушедшем году мегаполис посетили около 800 тысяч туристов. Из них почти 500 тысяч – иностранцы. С открытием новых этнокультурных объектов в Алматы ожидается еще больший поток гостей. То есть, к примеру, Раймбек-Батыра сейчас – это, как говорят же, паломнический туризм. Почтает сейчас 300 тысяч людей в году, а мы планируем 600 тысяч в два раза увеличить. По технико-экономическому обоснованию «Этноленд» до миллиона туристов мы сможем принимать. Это именно проектная мощность. Но в целом это вызовет большой приток туристов, именно вот эти объекты. Уже мы можем какие-то турпродукты создавать, привлекать именно туристов. Информацию о всех достопримечательностях туристы получают в информационных центрах. Кроме того, в ноябре открылся первый в Средней Азии международный хаб. Торговые центры, развлечения в городе – это больше для внутренних туристов. Однако зарубежные туристы все же больше стремятся посмотреть область или природные достопримечательности. Да, Чарын, Алтенемель, Кольсай, Городский, Бао, Мидео, Чебулак. А в черте города внимание гостей приковано к арт-объектам. Любители селфи и с недавних пор активного отдыха приезжают, к примеру, к Катакенту. Таких бесплатных катков в Алматы, кстати, пять. Айбану Анарбаева, Влад Шишко, Рашид Шукуралиев, телеканал Алматы. Далее – международный дайджест. Мертвое море может исчезнуть через несколько десятилетий. Водоем мелеет на один метр в год. И происходит это из-за изменения климата, а также безудержного промышленного производства. «Если мы будем продолжать брать воду у природы, например, из Галилейского моря или Ефрата, мы в итоге разрушим местную окружающую среду. Мы стоим в месте, где можем выучить первый урок о том, что нельзя использовать столько воды, сколько хочется. Нам нужно заботиться о природе. В противном случае сделаем себе только хуже». Эксперты прогнозируют, что Мертвое море исчезнет к 2050 году. Израиль и Иордания уже подписали соглашение о перекачке воды из Красного моря в Мертвое. Также ученые предлагают использовать воды Средиземного моря. «Возьмите воду в Средиземноморье, создайте возобновляемую энергию в пустыне и установите взаимозависимые отношения между израильтянами, палестинцами и иорданцами. В противном случае мы увидим, что сокращение водных ресурсов вызовет больше конфликтов». В Дубае определили лучшего футболиста в мире. Им стал португалец Криштиану Роналду, который с июля выступает за итальянский клуб «Ювентус». Футболист получает эту премию уже в пятый раз. «Этот год был трудным. Я выиграл много трофеев, в том числе и награду Лиги чемпионов. Это было невероятно. Поэтому я очень рад получить еще один приз. Перед началом 2019 года я уже говорил, что мечтаю выиграть еще много почетных наград для «Ювентуса». Звание лучшего клуба 2018 года получил испанский «Атлетико Мадрид», а лучшим тренером признали Гидье Дешама. Он привел сборную Франции к победе на чемпионате мира в России. Я очень горжусь этой наградой и хочу поблагодарить всех своих игроков, потому что без игроков тренер ничто. Я хочу поблагодарить всех коллег, которые помогали мне каждый день во время соревнований. И еще хочу сказать, что моя жена и сын сегодня тоже здесь. Я люблю вас. А в Лондоне начали перепись в зоопарке. Это делается для того, чтобы проследить за числом исчезающих видов животных. Информацию затем отправят в другие зоопарки мира. Причем ежегодный подсчет зверей – обязательное требование Великобритании. Здесь много разных видов, и в каждом много особей с индивидуальными чертами характера. То есть нам нужно удостовериться, что мы никого не пропустили и никого не посчитали дважды. А это довольно сложно. Для подсчета используют различные методы. Например, электронные сканеры, которые считывают данные с чипов. Также подсчет ведут по ошейникам и биркам. С пингвинами еще проще. У каждого свой уникальный окрас, описанный в документации. В прошлом году мы насчитали 19 289 животных. В этом году пока данных нет. Невозможно сказать точно до тех пор, пока не завершится подсчет. И в завершение о погоде на предстоящие длинные выходные. Напомню, 7 января празднуется Рождество Христово. Потому казахстанцы в понедельник отдыхают. Что прогнозируют синоптики, на это время узнаем прямо сейчас. Даулет Кисибаев. Наш постоянный эксперт из КАЗ Гидромета присоединяется к эфиру. Добрый вечер, Даулет. Добрый вечер. В ближайшие выходные в городе временами снег, туман, гололед. Температура в ночные часы состоит 3-8 градусов мороза. В днем около 0 градусов. В горных районах также временами снег, туман, гололед. Температура в горных районах на 5-10 градусов ниже, чем в городе. Лишь в воскресенье можно сходить и прогуляться в город. Отлично. А что прогнозируете на 7 января? Какая погода ждет алматинцев на Рождество? В ближайшую неделю погода преимущественно без осадков. Лишь 9 января временами снег, туман, гололед. В понедельник 7 января без осадков, погода ясная. Температура на всю неделю ночью 3-8 градусов мороза. Днем около 0 градусов. Благодарю за подробный прогноз. Напомню, это был синоптик КАЗ Гидромета Даулет Кисибаев. Такими событиями запомнился сегодняшний день. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова